МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша помощь нужна Софии Пындек. Малышке два года. Для спасения ее жизни необходим аппарат искусственной вентиляции легких. Она девочка с характером. Она борется, она борется, она борется, несмотря ни на что. Сквозь окно в палату реанимации попадают сотни солнечных лучей. Софийка отвечает им улыбкой, без слов. С жизнью ее связывают десятки медицинских трубок и аппарат искусственной вентиляции легких, от которого все и зависит. Вопрос не почему, вопрос для чего. Вообще, когда рождается такой ребенок, здесь нужно задавать вопрос не за что это мне, а для чего это мне. Ну, значит, так надо. Значит, я должна чему-то научиться. Значит, люди, которые нас окружают, тоже должны чему-то научиться. Ну, вообще, очень много добрых людей. Она изменила не только нас, она изменила тех людей, которые находятся вокруг нас. Мама и папа пообещали друг другу держаться. Что они чувствуют, заходя в эту палату уже полгода, нам с вами не понять. Важно, чтобы Софийка чувствовала их безграничную любовь и уверенность, что все получится. Ребенку, ну, ему нужны родители. Делаем разминку. Она очень любит читать книжки. Она перебирает. Мы каждый раз приносим новые. Одни увозим, другие привозим. Книжки. Она очень любит. Играем с ней игрушками. Последнее время ее разрешили ненадолго отключать от аппарата, носить вертикально ей легче для дыхания. Ненадолго. Это минут 10-15. Она тогда и успокаивается, и разговаривает. У данного ребенка спинальная мышечная атрофия – это тяжелое наследственное заболевание, которое проявляется в виде диффузной мышечной слабости. Начинается это все с нижних конечностей и постепенно поднимается вверх. То есть для этих детей очень опасна дыхательная недостаточность за счет слабости дыхательной мускулатуры. Спинальная мышечная атрофия – это диагноз они с мужем до сих пор отказываются произносить вслух. Будто это ошибка, которая не могла произойти с их ребенком. При рождении ей поставили 10 баллов по Абгару. Позже мы обратили внимание, что что-то не то с ребенком. Как-то ручки не так поднимает, ножками не шевелит нормально. Обратились в больницу, нам в три месяца поставили диагноз спинально-мышечная атрофия Вернига Ковмана. Мы встали на учет к генетику, сдавали анализы не одним анализом, не смогли подтвердить этот диагноз. Впоследствии мы сдали уже такой серьезный генетический анализ, клинический экзом. У нас подтвердилась тоже спинально-мышечная атрофия, только другая форма. Редкое заболевание. Состояние Софии усугубили сопутствующие болезни. За пять месяцев она пять раз перенесла бронхиты и пневмонию, стали отказывать легкие. Экстренно на реанимобиле девочку доставили в Симферополь, в Республиканскую детскую инфекционную больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда состояние стабилизировалось, перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу. С тех пор они здесь. Провести без аппарата она может всего 10-15 минут в день. Это самые счастливые минуты. Есть два выхода. Либо ребенок живет здесь, в больнице, либо, если есть аппаратура, ребенок живет дома с родителями. Другого выхода нет. Такое протезирование дает возможность ребенку дышать и прежде всего жить. Софию готовы выписать домой, но только в том случае, если в семье появится портативный аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому родители обратились в РУСФОНД. Помощь нужна любому ребенку, где бы он ни находился, какой бы ребенок это ни был. Ну вот почему именно мой ребенок? Потому что жить в больнице без родителей очень тяжело. Она каждый раз, когда вас видит, вообще лица меняется? Она радуется. Она радуется нашему приходу. А когда уходим, она начинает плакать. Это сейчас. У меня не было возможности два дня к ней приезжать. Вот. И она боится, что мы уедем. Она плачет. Простите, я не могу. Родители приезжают из Первомайского района. Они оба учителя математики в местной школе. Но Ольга сейчас не работает в отпуске по уходу за ребенком. Дома еще старшая дочь, ей 10 лет. Самостоятельно собрать сумму более чем в полтора миллиона рублей семья не сможет. Живут на зарплату мужа и социальные выплаты Софии. Моя самая большая мечта, чтобы дети не болели. А если случалось бы что-то страшное, тяжелое, чтобы помощь оказывалась в свое время. Сумма к сбору. 1 миллион 622 тысячи 452 рубля. Помочь может каждый. Нужно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «дети», латиницей или кириллицей. Стоимость одного сообщения 75 рублей. После отправки вам придет смс с просьбой «Подтвердить перевод». Это требование закона о связи. Если вы не выполните это условие, деньги до детей не дойдут. Пожалуйста, сделайте это. Не оставайтесь равнодушными. На сайте Росфонда можно узнать, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Мы рады сообщить вам, что с помощью всех неравнодушных зрителей смогли помочь Алисе Волковой. Девочке необходимо восстановительное лечение. Мы напоминаем историю Алисы. Почему это произошло с ними, Алла не может объяснить. Она просто устала задавать себе вопросы, на которых нет ответов. Ведь все было так хорошо. Малышка росла и развивалась. А в последние полгода стала часто болеть. Ангина, ветрянка и тяжелая кишечная инфекция. Легли в больницу в инфекционную Лушкинскую, думали, полежим 5 дней. Уже начали нас капать, уже капельницы, все, антибиотик подключили, все нормально. Ну и на третий день у нас отечные веки. То есть проснулся ребенок с отечными веками. Ну, врачи, правда, так обратили внимание сразу. Ну, в общем, кинулись уже, я-то еще пока не поняла, но кинулись в реанимацию. Ну, в Алуште как бы нам помочь ничем не смогли. Сразу стали вызывать, да, санавиацию. Привезли нас в Марьино уже, правда, к ночи. Вот там еще в реанимации пытались нас как-то, чтобы не обращаться к диализу. Думали, что может получиться. Но ничего не получилось терапией сделать, поэтому на утро нас привезли вот сюда уже. Девочку в тяжелейшем состоянии, у нее уже начинался отек мозга, доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы. На месте Алла узнала, что с ребенком и какие есть риски. На фоне кишечной инфекции отказали почки. Полная анурия. В таких случаях счет идет даже не на минуты. Врачи практически смогли опередить время и успели спасти малышку. В два года у Алисы гемолитико-уримический синдром, острая почечная недостаточность. Как такая малышка все это сумела перенести так стойко, удивляются все. Просто очень сильная и чувствует поддержку. Представьте, она еще была на груди. И вот так забрали полностью от мамы. Забрали чужая тетя. Над ней вот эти все и дяди, и тети. Я вообще не представляю, как она все это пережила. Но она, когда меня нет, она находит себе силы, старается с ними находить общий язык. То есть мне еще тогда говорили, что она у вас такая понимающая. То есть она понимает, что защиты нет, и она пытается с человеком в контакт найти. Все, конечно, были от нее в восторге. Всем она нравилась. Алла объясняет, что в минуты, когда проводили переливание крови, подключали дочь к аппарату гемодиализа, оставалось только молиться и верить. Силы дало только обращение к Богу, лично мне. Я вот, она при анимации, я иду в храм, в один, второй. И мне вот так вот только было немножко легче. Алиса пытается улыбнуться, но выходит не сразу. Она боится врачей, прячется за маму. Достают книжки, пазлы. Это отвлекает от процедур. Мы рисовать любим, книжечки читать любим. Собирать, вот маникюр делаем. Все. Море очень любит. Как идем, только на море нам надо. Камушки бросать любим. Вот нам уже полегче. Надеюсь, что мы уже, наши почечки будут работать хорошо, без сбоев. Хотя все равно риски еще есть. И на, не дай бог, хроническое перейти. Поэтому будем молиться Богу, будем следить, наблюдать. Теперь жизнь семьи Волковых изменится. Мама благодарит всех, кто не остался в стороне и помог ее дочери. Ваша доброта и душевная щедрость сделали очень многое для этой семьи. Редактор субтитров А.Семкин